Продолжение следует... ...обеспечить темп роста экономики не менее 4-5%. Реализовать эту задачу поможет активное привлечение инвестиций. В конце прошлой недели успешно прошли переговоры с представителями японского и китайского бизнеса. А завтра ожидается визит большой делегации из германской земли Саксония. Недавно Минэкономразвития опубликовал рейтинг наиболее конкурентоспособных регионов России. Мы вошли с вами в топ 40 лучших регионов страны по конкурентоспособности. Мы заняли 34 место. Еще раз говорю, вот эти 40 регионов формируют в этом году 83% валового внутреннего продукта. 81% инвестиций, которые привлекает страна. И концентрировать 74% экономически активного населения. Растет и процент занятости экономически активного населения. Количество вакансий уже в три раза превышает количество ищущих работу. Кроме того, почти 20 тысяч новых рабочих мест созданы за последнее время. Но чтобы жители области не уезжали из региона, нужно обращать внимание не только на экономические условия. В субботу состоялось воздвижение куполов на Богоявленский храм в Преслонихе. Торжественное событие посетил губернатор. А заодно пообщался с жителями Корсунского района по многим вопросам. В том числе и по поводу низкого качества медицинского обслуживания в Языковском отделении Корсунской ЦРБ. А вот просьба из другого конца области, но касающаяся всего региона. Жители Демитровграда пожаловались на то, что городские школьники, в противовес сельским, не пользуются льготным проездом. Губернатор поручил министрам изыскать способы решения этой проблемы. От вопросов образования перешли к прохождению отопительного сезона. Министр промышленности, строительства, ЖКК и транспорта Дмитрий Вавилин доложил о двух случившихся нештатных ситуациях. Одна из них произошла на верхней террасе и была связана с неисправностями в системе водоснабжения. Вторая случилась в Ишеевке, где была обнаружена течь в котле. На сегодняшний день, Сергей Иванович, мы фиксируем, что весь жилой фонд, все предприятия и организации бюджетной сферы у нас обеспечены теплоснабжением. На вопрос же губернатора о том, что делать с двумя котлами, давшими течь, Дмитрий Вавилин ответил – менять. В настоящее время прорабатывается такая возможность. А в Димитровграде зимой не хватает техники для очистки улиц от снега. Эта проблема также решается. В первую очередь для этого предусматривается взятие недостающей техники в аренду. В заключении аппаратного совещания поговорили о выполнении программы по формированию комфортной городской среды. Все работы по ней должны завершиться до 1 ноября. На текущий момент все информационное сопровождение на должном уровне у нас происходит. Мы сейчас появились в ленте новостей промежуточных итогов реализации проекта в Минструе Российской Федерации. Нас увидели, и это очень важно. И главное, позитивный отклик начался от населения. Благоустройство даров и парков прошло в Ульяновске, Димитровграде, Инзе, Брыше, Ново-Ульяновске, Сингеле и Силикатном. В следующем году географию проекта планируется расширить, а сроки поставить более четкие. Егор Титов, Данил Сурков, Новости дня, Ульяновская правда.